Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры Метро Исход. Да, в прошлой серии мы с вами отправились к Авроре и посетили действительно несколько интересных мест, был у нас с вами довольно-таки сложный бой в порту, ну мне показался он сложным, пожалуй из всех, наверное, боев которые были за это время, действительно было сложновато, врагов не видно, снайпер стреляет, все стреляют, никого не могу увидеть, ни в кого не могу попасть. Но мы с вами это место прошли, встретили с Анной еще и давайте посетим оставшиеся здесь интересные места, а именно у нас с вами рядом есть знак вопроса, вот прям вот здесь, смотрю сейчас на него, но, как я понимаю, это обычно логово чудовищ, ничего особенного в нем нет. Далее я бы хотел посетить вот самый дальний, пожалуй, знак вопроса, прямо вот впереди по стрелке, если посмотреть, давайте съездим туда, посмотрим, что там, потом посетим оставшиеся здесь, ходим в порт, там у нас, по-моему, гигантский корабль есть, нам рассказывала Анна, что там держат вроде как крабов. Сгоняем туда, попытаемся их освободить, ну и далее, конечно же, отправимся к Аврори, спешить не будем, интересно поисследовать эту локацию, да и к тому же это еще и полезно, потому что у нас с вами кончилось все, боеприпасы кончились. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, мне показалось, там кто-то стоял, патроны кончились, боеприпасы кончились, надо бы нам... Оу! Не, ну подожди, ты первый выстрелил, я же ведь не собирался в тебя стрелять, правильно-правильно? Ты выстрел первый, за что, как говорится, и поплатился. Сам виноват. Так, много шариков уходит, ну ладно, шарики вроде бы можно подкрафтить прямо здесь на коленке, так что мы, пожалуй... Ммм, да, даже разобрать нечего. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Видишь ты, не надо никуда смотреть. А может быть мутанты сейчас там с ним решат вопросы? Да, действительно, мутанты решили вопросы, только они сейчас, конечно, со мной вопросы решать будут после. Все-все-все, ребят, ребят, ну разойдемся по-мирному, давайте. Вы себе, я себе. Ты себе хочешь? Ах ты гаденыш какой, а! Посмотрите-ка, что делается. Люди добрые. Так, ну как минимум монетного братка. Зарешали, поэтому мне меньше. Мне меньше придется. Разбираться. Ну что за игрище, пацаны? Давайте нападайте уже, серьезно. Буду сейчас с вами здесь. Разбираться, да? Танцевать. Так, тихо-тихо. Разговор для своих. Так что лохматых отродеек подальше. Сделала. Хорошо. Браква. Дошло на меня. Катало звонил. Мол, что я зря Егорку потного сжег. Типа Егорка был малый, четкий, резкий. А я его за какую-то файку для лохматых угробил. Подумаешь, нажрался. И при рабах в священное пламя поссал. Ну, Каталу понятно. Пришлось вот сейчас кончить. Тут поделать нечего. Если он кому должен был, сдавы спросить, она баба видная. Но чтобы у нас с вами, братва, особенно с теми, кто недавно прибился, непоняток больше не возникало, я так скажу. Ответьте на один вопрос. Почему они нас слушаются? Потому что бояться? Это верно. Да только страх перед человеком, он дело такое. Если жизнь такое говно, что терять тебе реально нечего, то будь ты самый, что не наесть чмырь из лохматых, а бунтовать начнешь. А оно нам надо, мужики. Нет, мужики, оно нам не надо. Поэтому и нужна лохматам вера. Вера в высшие силы, делающие мир таким, как он есть. Делающие господина господином, а раба рабом. Это не человек с ружьем, а сама пустыня, сама вселенная установила этот порядок и бережет его. Но власть, что держится только на пиках, на пиках и кончит. Причем быстро. А вот власть, которая стоит на пиках и вере, она навсегда. Вот о чем всегда помните, мужики. Вот почему я вам говорю. Видите, что раб не верит в священное пламя? Убейте его. Это убыток, да. Но оно того стоит. Поймите, этого хочет священное пламя, этого хочет вселенная. А я хочу, чтобы у нас с вами по этому вопросу больше непоняток не было. Всем отбой, барон сказал. Ох, ничего себе там барона проперла на философию. Жесть. Я уж думал, он никогда не закончит. И где-то, по-моему, хрюкал еще один боец, вот этот мутант. Что-то он тут подхрюкивал где-то. Я все пытался понять где, но вроде бы он ушел. По-моему, вот он впереди ковыляет. Так. Смотрим, что у нас там. Там у нас что-то интересное намечается. Сюда, наверное, заходить. Ну, по-хорошему не стоит. Сейчас выскочат эти чертики из-под земли. Начнутся проблемы. Начнутся боеприпасы тратиться. Так, ну что, может быть, как-нибудь подойдем туда? Ну, вы знаете, местечко определенно интересно, определенно заслуживает внимания. Поэтому гоним. Сперва гоним быстро, потом гоним медленно, разберемся. Со временем разберемся, что там да как. Тут еще две норки какие-то неприятные. Вот в них не хочу заходить. Даже подходить к ним близко не хочу. Сейчас кто-нибудь выскочит. Придется будет опять отстреливаться, переводить боеприпасы. Не хочется. Хорошо бы где-нибудь здесь. Нам с тобой, Артемка. Дорогой ты мой. Где-нибудь здесь пролезть. Например, вот здесь. Получится? Нет? Вряд ли. Вряд ли, к сожалению. Какая-то заброшка. Да, в принципе, тут все заброшка. Заброшка. Как будто здесь есть что-то. Что-то напоминающее не заброшку. А тем временем зайти можно. Хорошо. Заходим. Я въезжаю в стройку. Как было однажды в одном ролике. Вопрос только какой. Сколько здесь живых и опасных ребят. С виду вот как-то не выглядит вообще жизнеспособна вот эта вот штука. Огромное гнездо с демоном вижу. И все. Пока что. Хорошо. Начнем исследование этого места. О, а здесь вертолет какой боевой лежит. Так, а в вертолете у нас что-нибудь найдется? Что-нибудь полезное? Видимо, нет. Вечереет. Это, кстати, нам на руку. Мы, наверное, по темному пойдем с вами освобождать рабов. Ну, если их освобождать там надо или как что-то с ними делать надо, но Анна нам говорила, что они там в клетках сидят. Если в клетках сидят, значит, скорее всего, можно их выпустить из этих клеток. Узнаем. Так, немножко полезностей. И все, что ли? Ни одного ящичка? О-о-о. Это плохо. А ну? Нет. Так, нужно внимательно смотреть за всякими здесь товарищами, потому что могут сидеть не залезть, видимо. Вот эти вот песчаные песчаные мутанты могут сидеть здесь за каждым уголком. Так, какой-то большой ангар. Идем туда. Пока как-то довольно-таки спокойно здесь все проходит. Надеюсь, что так оно и будет, собственно. Так, а здесь? Что-то много апгрейдов подвалило, интересно. Вот этот товарищ похож на раба. На самом деле, не на бандита местного, а больше похож на раба. Кровавые следы. То есть, его там кто-то подстрелил или он с кем-то сразился. Идолага этот. Знаете, неспроста. Неспроста все это здесь. Трупы. Кто-то там похрюкивает, впереди рычит. Да, вот они, полезли, гады. Ну что ж, я думаю, попытаемся отстреляться. Да иди ты. Намахиваешься. Во-во-во, тихо-тихо-тихо. Беги-беги, друг, беги. Артем. Давай-давай-давай-давай. Выходим. Слушайте, а вас там много, ребятушки. Ребятушки, и вас очень много. Ну, так лучше. Так лучше, так проще. Все. Минимально. Разошлись с ними. Так, что-то мне подсказывает. Воу-воу-воу-воу. В смысле? Вы кто? Откуда взялись-то уроды? В таком количестве? Вы что? Обалдели, что ли? Слушайте, а что случилось-то, я не пойму. С какой стати навалил-то этих бойцов? Мутанты стоят. Хорошо. Мутанты будут нашим ориентиром. Давайте-ка с этой стороны зайдем. Посмотрим. Слушайте, как-то жестко. Откуда их вывалило столько? Ничего не понял. Но мы сейчас попробуем обойти всю эту кампанию. Честную. Да серьезно, что вы за... Подождите, как это получается? Серьезно. Почему в момент нажатия он делает головой любые движения, но не те, которые надо? Так, куда-то друг погреб вообще. Отвали. Ой, жесть какая, прям в упор. Вот это я сейчас дернулся. Так, заклинил. Да иди ты серьезно. Вот с вами бы еще здесь мне разбираться. Отвалил. Вот и так тяжело. Еще не хватало вас вот, ребятушки. Ммм, к слову. Он там демона затрепал. В принципе, в принципе я согласен. Так, 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 а ну. Еще один точно есть где-то там. Ну, может быть и нет. Может он уже прибежал. Давайте начнем разбираться потихоньку, кто здесь есть, кого здесь нет. Да, бой непростой. Где? Покажись. Не стреляй, я сдаюсь. Да хорошо, хорошо. Ты где? Где ты там сдаешься-то? Стрелять не буду. Не стреляй, я сдаюсь. Я думаю, что мутанты с тобой в любом случае разберутся. Так или иначе, шансов у тебя не будет. Все. Извини, друг. Извини, так надо. Просто так надо. Все, отдыхай. Хотя на самом деле вот это вот добивание кулаком вроде как делает Артема таким догуманным. Он там не убил, сдающегося, все дела. Но вырубить человека в толпе мутантов, ну, это такой себе на самом деле. Такой себе гуманизм, потому что в любом случае они живо сейчас здесь съедят. То есть не мы его убили лично, но по сути мы каким-то образом повлияли. В любом случае на его смерть. Так, ну что. Теперь можно и сохраниться. И, наконец-таки, исследовать вот этот чертов ангар до конца. Я никогда не пройду туда до конца в этот ангар, потому что мне все время кто-то мешает. Так, а что у нас с патрончиками? Есть один, одного мало. Я не знаю, я, конечно, надел шлем, но спасет ли он меня здесь от радиации? Что-то все защелкало. Что-то Чигегера защелкал, захрипел. А тут и нет-то ничего, по сути, да? Вот, тут, скорее всего, весь прикол был именно в этом пулемете, который лежит. Потому что больше, как я вижу, тут вообще ничего нет. Какой-то нож воткнутый. Здесь, что-то, все глухо. Все открыто, ничего нет. Ну и ладно. Нам, собственно, больше ничего и не надо. Местечко исследовали. И на том, как говорится, спасибо. Едем дальше. Ай, жесть. Вот в башку сразу не попал, все. Шариков тонна разлетелась. Ой, жесть какая. Да попадешься. Попади ему голову. Ясно. Так, но мы здесь еще пока не одни. Ой, жесть. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О, я вам не могу передать свои ощущения, но они были сейчас максимально фантастические. Я не знаю, как это работает, почему такая на пауков реакция, но... как-то вот не могу по-другому реагировать так тем временем шарики кончаются потихонечку но еще к слову пикает у нас наш датчик поэтому рядом где-то вполне себе могут быть еще вот эти песчаные мутанты и и сочный человек а вот где нет давай давай иди иди по моим правилам играть кое у вас тут два гады артем давай давай беги прячься куда-нибудь на улицу скорее по-любому их надо выманить по-любому смысле а давление кончилось все я понял так есть есть один красавчик есть еще один и ах ты ой какой а какой воротливый попался кто а жесть сколько ж пожрал патронов моих там есть ящик хорошо так тихо 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 ребята 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 нет с вами здесь встречаться опасно все кончились боеприпасы слушайте патронов вообще ноль нас последний парочка осталось чертовы мутанты а сейчас в рукопашные начнем месица серьезно такой домик и практически ничего нету вот так кстати смотрите есть пулемет да наверное мы сейчас возьмем его да потому что патронов много снайперку ну если мы знаете разберем я думаю ничего страшного хотя бы что то потому что сейчас дальше продолжать двумя патронами от снайперки это уже самоубийство так скажем а так мы хотя бы здесь сейчас устроим небольшую заварушку ну вот как то так давай давай ребята давай а так они на третьем этаже получаются а ну занимаем оборону тихо не 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 вовремя вообще не вовремя что друг скорее раскручивать раскручивая шарманку непонятно что под левой клавишей скрывается точнее под правой под левой стрельба под правой видимо его как то можно раскрутить чтобы заранее подготовиться уже к выстрелу возможно так ну неужели неужели все определенно домик интересный так 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 где-то было оружие по моему или нет нет ресурсов то дают такие вообще капелюшки просто просто капелюшки а больше бы давали хоть чуть-чуть побольше даже как-то смешно на самом деле интересно в итоге так куда здесь можно прийти и главное что зачем так а в итоге нашли какое-то место да смотрите что тут есть у нас апгрейд у нас есть апгрейд это класс и апгрейд для дробовика увеличенный ствол это тоже круто а давайте мы сразу наверное и заменим его вот этот дробовик заменим на наш а наши разберем вот так красиво красиво теперь у нас увеличенный ствол я надеюсь что от этого у нас с вами увеличится и урон этого дробовика скорее всего так это и должно работать что еще сейф ну в принципе да в принципе неплохой вот этот домик вознаграждение в итоге довольно щедро и есть верстак это круто это очень круто аптечки на максимум шарики вот эти вот вещи нужны на самом деле давайте может быть обойму одну сделаем хотя бы да здесь что вот этих патронов нужно а вот эти разберем ну хотя бы так а вот почистить стволы уже не получается к сожалению так что усилитель сигнала пнв комбинирует две технологии ночного видения тепловизорную усиливая видимое света тепловизор что-то типа того да интересно мы попробуем попробуем почему нет все что находим будем пробовать все так далее далее коллиматор обойма и лазерная указочка так и вот что еще поспешил зря скорее всего мы сейчас с вами возьмем вместо пулемета мы с вами возьмем почему нельзя поменять а поменять же можно только на вроре точно точно плохо а что такое стабильность укороченный ствол с глушителем нет дробовику глушитель зачем не нужно так ну все по идее здесь должен быть какой-то быстрый спуск да вот он это хорошо а ну тепловизор давайте попробуем потестируем сейчас интересно нажимаем ну наверное его тестировать надо все-таки в условиях скорее всего условиях какого-то близкого контакта с формами жизни чтобы видеть тепло прокатились от души неплохо посмотрите одно место проходили пол серии примерно это же на самом деле но место того стоило нашли несколько апгрейдов нашли на дробовик улучшение поэтому это определенно того стоило так ну что я думаю буханочка там наши постоит а мы отсюда прямо и пойдем так 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 собачки бегут главное чтобы не по нашу душу так ну что вот мы с вами и подошли интересно тихари нас достали тот фонарик слушайте это класс это класс серьезно можно прям прожекторы ломать обалденно вот за это игра тебе отдельное спасибо огромное отдельное спасибо так товарищ у нас ходит бродит у богу что-то выкрутасы так тихо тихо непонятно так ну попробуем нет подождите давайте вот как сделаем сохранимся и попробуем постелсить получится это или нет я не знаю но мы хотя бы попытаемся пока никого не лутаю потом мы этих ребят полутаем обязательно но пока опасно так 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 тихо 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 музыка тревожная заиграла это верный знак верный знак того что не стоит оставаться на этом месте дольше ой 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 нет какие бочки почему так громко так парень идет сюда сейчас мы его с вами будем вырубать только бы получилось а ты чё тут ах да не особо хотя может быть да ладно в принципе пошла жара но ка по щам тебе друг ай жесть так ладно быстро загрузка две минуты назад попробуем еще разок все таки вот этот стелс он как бы планочку поднимает перестрелять их всех довольно легко а вот именно попытаться пройти по стелсу вот здесь вот уже до такой момент интересный потому что нужно все просчитать просмотреть куда кто смотрит как кто стоит такая планочка по сложности немножко приподнимается заболеваешь да друг на тебе таблеточку таблетка от всего хорошо идем дальше пойдем низом посмотрим что здесь кто здесь это че за подребень то посыпалась на ну ка ммм алло братуха ты че за тихо вообще что-то сука какая-то внизу по ходу так принципе нормально пока получается как-то непонятно баночка не прилетела в итоге как я хотел это че там наверху а да вот че ты ты от мороза который на машине нашей катается пацанов моих валит вот ты слушай сюда вот ты все ездишь высматриваешь видишь как живет обойдем так 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 идет 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 опасно ох сейчас может быть плохо слушайте реально в чьи-то место пройти по стелс ну теоретически то да а вот практически вопрос возможно потому что их здесь очень много да серьезно вы запарили уроды как вы видите меня да все запарили короче все просто запарили ребята хочется по стелсу хочется но это настолько надо все прям просчитывать вроде бы интересно но это возник не на одну серию с этими просчетами перерасчетами а я пойду ой жесть какая то что же тебя там так спасает-то друг это явно не я не знаю кого там заметил все пацанчик твоя взяла это знак знак на то что это товарищ сдается ну сдается и ладно у нас будет хороший шанс здесь это место обследовать и следовать и все пособирать все хорошее так что там хорошо я понял понял тебя друг сейчас подожди подожди свое ты получишь в любом случае как скажешь друг как скажешь все отдохни к полежи ну ну вы знаете такой себе на самом деле весь этот стелс хочется и колется как говорится вроде бы и надо бы по стелсу в некоторых местах ну вот начинаешь заморачиваться и все вроде вроде все получается какой-то момент на тебе заметили услышали еще что-то и все твои усилия пошли как говорится прахом но если это в итоге ни на что не влияет а я думаю что скорее всего нет а если влияет то возможно по минимуму то скорее всего мы с вами ничего особо не потеряли пройдя это место половину по стелсу половину по экшену ну экшен опять же стихарем экшен то громко сказано и вот кстати опять обратите внимание мы с вами баночка моя да мы с вами нашли верстак а это видимо фонари я понял нашли верстак над скрафтили на нем там чуть того чуть того и все и у нас снова ресурсы по нулям опять который раз вот что такое хардкор я понимаю хардкор здесь он не сложен с точки зрения именно сложности врагов или мутантов он на самом деле сложен с точки зрения именно количество ресурсов и патронов то есть вот здесь уже приходится думать думать где-то экономить где-то менять стволы и так далее вот именно в этом скорее всего здесь и заключается сложность так отлично мы нашли вход что это нам дает дает нам много чего вот здесь уже скорее всего по стелсу будет проще потому что здесь куда ни пойди мы даже с вами сейчас делаем вот так вот раз нет как вот так оп все здесь мне кажется уже можно пытаться проходить это место прям по полному стелсу зарядим ну парочка здесь есть так как бы нам как бы нам сейчас их отвлечь а почему ко мне повернулся я не пойму я вроде банку кидаю в одну сторону по логике наверное они должны именно в сторону этой банки среагировать да они реагируют куда-то не в ту сторону какие словечки вы знаете ребята а ну-ка щас на начинается да да один неудачный поворот этого товарища и все и пиши пропала может как-то попробовать их вырубить да нет опасно одного я вырублю когда они рядом стоят а второй то наверняка обернется и устроит мне того этого так а с другой стороны а что собственно мне здесь мешает банально их пройти я думаю ничего не мешает вариантов здесь масса просто их пройти ну пускай не там себе внизу копошаться мне то что вроде как ничего так тихо кто-то куда-то из них сейчас пойдет да а ну посмотрим а отлично смотрите один уходит второй остается да и скорее всего остается он к нам сидеть спиной давайте попробуем сейчас подойти и разобраться с ним тихо 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 не спешим не спешим все есть отлично отлично вот это классический разыграли здорово все можем идти дальше так что у нас здесь а здесь просто выход наверх скорее всего и не более туго в лучшем случае найдется какой-нибудь ящичек возможно да но не в этот раз хорошо продолжаем а датчик то здорово пикает слушайте прям довольно таки много здесь я думаю бойцов там стоит в проходе и стоит смотрит прямо в нашу сторону давать тихо 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 а их здесь немало так даже не знаю надо оценить сперва обстановку полностью возможно скорее всего именно по той стороне будет проще пройти давайте попробуем а может быть вообще поверху пройтись так все я думаю потерял нас из виду так что это нам дает дает нам один ящик всего лишь немножко ресурсов но проход куда-то дальше здесь у нас не нарисовался это на самом деле не очень хорошо может быть здесь можно а да можно это классно вот вот что мне нужно щиток со светом вот сейчас понятно дело этот парень ворочи возможно будет все получше че прикидываешь профит реально хуже чем в том году а что за шум такой тут мля за них все хорошо если тон 5 воды дамут хера же сюда вернется а у нас тут реально жопа назревает ну мля и спонтовая тема другой вопрос почему враги не слышат вот этого вот всего то вырубание тихо-тихо-тихо-тихо-тихо чуть не попался чуть не попался реально стоп двое да один туда один туда так тихо-тихо-тихо вообще очень тяжело на самом деле понимать что куда откуда пока только так есть возможность лутать очень сложно но попробуем так как бы нам еще он тех двух пареньков там развести по сторонам что это даст а ну так мы открыли клетки зачем то не знаю зачем это че там лет так вали ты гаденыш ну что ж такое то с этим символом дурацким терпеть пришлось от этого гада разок так символом самом деле не всегда появляется и это очень очень напрягает я вам признаюсь честно здесь все просто вот подошел символ есть музыка заиграл это плохо так тихо 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 не спешим почитаешь почитаешь подожди чикалка вырастет у тебя баночки кончились это плохо ну лампочку скорее выкручивать скорее скорее артем об апгрейдик шлем отлично вов сколько их здесь это жесть как их всех повырубать да вот это я себя загнал так чикальщик подожди сейчас плачикаешь слушайте к чему так сгрузились там все в одно место мне же реально там никак не перетоптать так потихонечку они расходятся да да ну за чёрт ты мне попал на ох же этот классический говор бандитский как меня радует а на мля и все такие дела ой да ладно тебе серьезно нет никого за ящиком дурак ну символ ну появляйся ж ты ладно ладно не 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 по любому пройдем по стелсу не знаю на сколько меня хватит еще всей этой возни но мы должны там просто место такое какое то вообще они все втроем в одном узком проходе их там ни шиша не видно кто где проблематично как то это место осилить так шлем забрали это забрали отлично все так у меня мысль мысли какая сейчас мы вот сюда лампочку выкрутим а сюда как да в принципе здесь то мы можем ходить спокойно я думаю да стоп где что вот сюда вот эту лампочку выкручиваем вот эту лампочку выкручиваем да ладно тебе иди ты ой жесть какие уроды а серьезно дверь закрыта на замок почему даже я вижу этот замок нет не пойму темно не видно а почему откуда свет взялся я что-то не пойму они включили что ли или кто или это я включил этим рычагом непонятно так тогда мы делаем все заново проходим выкручиваем все эти лампочки чертовой матери потому что они напрягают и мешают спрятаться нам с вами не дают возможно получил с каким-то образом их развести по сторонам да действительно один у нас с вами прямо здесь так тихо 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 вот на самом деле с тем товарищем можно сейчас попробовать разобраться нужно быстро быстро проползти сейчас вот сюда их не знаю успею нет вот сюда нужно а ну давай давай дружище давай так проблемка проблемка есть вот тот товарищ вот этот но он уходит вроде бы а ну-ка пытаемся пытаемся один шанс и сразу уходим так тихо 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 опасно вот так на самом деле за дверями проблематично в кого-то увидеть сколько их там кто они ой жесть какая так неужели ушел а ну смотрим да есть все есть отлично так тихо 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 пока все получается слышите мне прям уже все мне уже не хочется это место проходить по-другому я все я прям хочу хочу попытаться всех их повалять по стелсу вот вверху сидит пока никого не лутаю не хочу опасно а друг ну привет привет тебе дружище давай раз мы с тобой пообщаемся ух какие стволы не слушайте матерые какие-то интересно я такой визу по-моему один раз всего и почему ты его не подобрал я знал я знал что так не надо делать я знал и все равно это сделал на получать ах ты гад какой ну ладно ребята ладно ладно сейчас 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 мы с вами решим все вопросы но это уже прям это уже чисто из принципа это уже вызов челлендж я не знаю как угодно назовите но я не могу уже сейчас не пройти это место по стелсу тогда давайте смотреть какие тут еще есть варианты проникновения в эту шарагу у нас тут есть трос кстати а что если что если попробовать по этому тросу проползти мы тогда попадем наверх получается да а ну откуда им можно воспользоваться этим тросом так трос у нас идет сюда но воспользоваться им нигде не получится почему потому что по этому тросу скорее всего мы должны спуститься получается так а залезть наверх тоже никак не получится да к сожалению получается только через пулеметчика идти через пулеметчика идти опасно да и здесь кстати идти опасно где я сейчас иду на самом деле сейчас меня из окон могут высмотреть выпалить и будет не очень хорошо да конечно не понравится мне уже не нравится все что здесь происходит а я-яя-яяяяй жесть пулеметчик ой жесть как-то я зажат здесь вообще Вообще нехорошо так подождите пока пока что-то вырисовывается более-менее интересное но вот этот назад поворачивает до или вперед или назад куда нет идет вверх так стоп неужели неужели что-то нарисовалось а ну подожди друг дай-ка я тебя хорошо хорошо пошло тихо 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 ребята ребята вы не можете не можете можете дать мне зафейлить это место никому не позволю не позволю дать зафейлить принципе смотрите да получилось получилось большинство из них пройти по стелс так тихо 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 где он там вопрос вопрос хороший на площадке площадке заработай друг слушайте забавно забавно все вот это вот интересно 6 нет 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 ну нет жесть реально у нас с вами останется один пулеметчик какого проходить я не знаю нам нужен верстак чтобы накрафтить как минимум себе один коктейль молотова иначе мы его скорее всего не пройдем потому что пулеметчики здесь они горят и в момент когда они горят его реально можно как-то подстрелить вам минус еще один красавчик суши а он придет да он сам придет я думаю ну я надеюсь что он сам придет так девчушка здесь какая-то надеюсь жива просто спит как ты меня заметил что там внизу там ничего и никого так он идет но мне не очень это нужно точнее нужно но он чет как-то долго идет давайте-ка пока мы здесь осмотрим кого-нибудь подмутаем что-то тут вообще у нас с вами есть а у нас есть лестница наверх жесть чушь и сразу-то не заметил ее на ка друг слушайте да челлендж я себе здесь придумал неплохой так а где кто подожди 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 друг я тебя не вижу и либо это остался уже один пулеметчик здесь власть мне рассказывать либо еще кто-то у нас с вами тут есть стоп у нас какой-то рычаг 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 а вот кстати коктейльчик нарисовался молотова на по щам но да ладно стойте там друг отдыхай ты нам не нужен реально отдыхай балдей как говорится наслаждайся увиденным и услышанным заметочка новая заметка отлично список покупок перетер с братвой с юга хотят 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 купить сильных рабов пять штук лохматова чтобы хорошо дрался в бойцовскую яму можно двух хорошего домашнего раба одного собаку лохматого чтоб писать и считать умел хорошо окей так и у нас с вами остается последнее здесь дело дернем за рычаг получили отлично скорее всего да мы освободили этих рабов я про этот момент читал но сам не видел лично как это происходит но проект момент читал и к слову мы прошли это место полностью по стелсу оставили конечно одному там этого пулеметчика но с пулеметчиком сейчас разбираться это долго и себе дороже как говорится мы полностью с нуля прошли это место по стелсу обалденно челлендж удался не зря не зря долго тяжело но тем не менее оно того стоило я считаю круто очень круто целую ночь проходили жесть это жесть ночь проходили это место по стелсу но она того стоило я считаю ребята действительно стоило того получилось очень круто освободили рабов конечно я бы еще по исследовал бы это местечко например куда-то вот туда залез бы а подожди мы может там и были наверное да ну да скорее всего да все классно я добегу до нашей буханочки возле нее сохранюсь и мы с вами в следующей серии увидимся и продолжим уже к авроре наш путь нужно вернуть карты нужно дальше понять что делать спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры этой серии канала в целом все пожелания предложения направляйте в комментарии я их читаю там с вами общаюсь и увидимся следующей серии пока пока